Дорогие друзья, мы находимся в магазине у нашем любимом вкусвилл. Жень, передай привет. Привет, подписчики. Доброе утро. Пусть вас будет еще больше. Ну а мы пойдем по кассике. Юлечка моя дорогая, спасибо тебе огромное за такие бомбические маски. Мне кажется, стрелочки мне тоже очень идут. Славочка, передай привет моим подписчикам. Посмотрите, какой он красавец. Слав, и на жена увидит, она меня застрелит. Передавай всем привет, сигареты убери, веди себя интеллигентно. Слав, ты ж приличный парень, у тебя двое детей. Всем привет. Слав, ты сегодня какой-то вялый. Почему вялый? Что-то второй день подряд вялый. Пчелы, пчелы, вот это вот. Пчела, пчела, вот все уже закончилось. Сегодня новую песню. Целуйте окрепко. Репко. Друзья, парадокс. Федя, не подписа на меня. Федя, быстро подписывайся. Прокляну. Сейчас Кадони, пожалуйста, прокляну. Подписывайся быстро. Влад Кадони, мы передаем вам огромный привет. Влад, ты всегда великолепен. Прекращай. Вот так надо в студию выходить. Хвостик, улыбка, летит. Лох, потрясающий спортивный костюм. Влад, что такой слов нет даже? Слушай, ну у тебя вечно все. Ты сюда приглашаешь и обсираешь. Видел, как ты Славик, как говоришь, два дня он уже там не то вялый, не то какой. Грустный, я уже не помню. Слава сам сказал, что он сегодня вялый, и это не я. А ты его троллил, знаешь, чтобы поддержать. Конечно, я троллил. Наташа все гасит. Ужасно. Наташа реальный хороший провокатор, а вы даете реакцию. Зачем? Вопрос. Кто бы давал, только не вы. Влад, по касике. Так, Любонька, до меня дошли слухи, что ты теперь мучишь с Кириллом. Это так? Да. После того, как он занялся со мной спортом. Так. Он занялся с тобой спортом? Да. А что Валера? Любонька, слетел тот сториз, давай говори, а как же Валера? Ну, Валера... Ты Валеру-то ждешь? Валера для души. Конечно, я жду. А Кирилл для тела, что ли? Ну, Кирилл растягивает мое грешное тело. Тело занимается со мной. Прекращай. Валера для любви. Если я мог туда уже смотреть, то нужно что-то смотрел на меня. Один раз было. Один. Что ты улыбаешься? Один раз. Отвечаю, блядь. Я слепаю. Ну, значит, я слепаю. Да. А что ты улыбаешься? Один раз. Друзья мои, душевные разговоры. Лешеньки Кудряшовой и Настеньки Ивановой. Они сейчас меня увидят, проклянут. Пока-сики. Левушка, передай привет моим подписчикам. Они тебя сегодня потеряли, ждали в прямом эфире. Ночью мы обязательно выйдем. Давай, начинаем. Передаю привет всем твоим подписчикам. Хочу им пожелать хорошего, удачного сегодня дня. Прекрасного вечера. Ну, и, соответственно, я надеюсь, что вечером мы встретимся и ждем с Наташей интересных вопросов и тем. Да, сегодня тема прямого эфира «Легко ли быть любовницей? Пока» или «Служебный роман». Всех ждем. Ждем. Задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим. Пока-сики. Спасибо вам огромное за подсказку. Я никогда не думала, что вы отреагируете. Спасибо, мне очень приятно. Миленочка, твоя фан-группа переживает за тебя и спрашивает, как у вас дела с Лешенькой. Нас все налаживается, не переживайте. Я вам снова разрешаю выкладывать эфиры про Лешу. Молодец. А что ты запрещала им выкладывать эфиры? Они мне, кстати, спросили, Миленочка, хочешь, мы будем выставлять только тебя и разговоры Леши о тебе. У вас порядочная группа, молодцы, такие же, как и вы. Молодец, Миленочка. Держись, Лешенька, слушайся его. И не злись, пожалуйста, пей ромашку побольше. Пока. Ашотик, давай передавай привет моим подписчикам. Давай, они все ждут. Они все спрашивают, реально ты родной брат Иосифа Аганесян? Да, друзья, реально. Ашотик... Здравствуйте, передаю привет. Слава богу, нет. Ашотик все выдумывает. Он просто не медийная личность. Ему просто неудобно пиариться. Обнял, приподнял, опустил. Пока. Ёсенька, Ашотик пошутил. Ашотик пошутил. Он говорит, что он тебя очень сильно любит и уважает. Видишь, даже песни ваши армянские поет. Пока.